дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами петром рауфи и у нас обзор рынков а мы разберем сегодня ситуацию на фондовом рынке разберем индексы более-менее важные фондового рынка сша и также затронем форекс рынок основной валютной пары ихнюю их не потенциал движения внутри дня разберем и посмотрим что с ним можно делать каких лучше трогать каких лучше не трогать и оставить и конечно же форекс рынок тоже крипто рынок тоже более-менее разберем и он новостной посмотрим как у нас есть какие более-менее важные новости которые могут повлиять на рынке и также посмотрим на экономический календарь дня тоже посмотрим по каким валютам возможно вероятность повышения волатильности сегодня в течение дня находимся уже почти ближе к концу европейской сессии начал американской сессии и через несколько часов уже об ситуации на рынках может немножко измениться исходя из того что по экономическому календарю есть и обращать внимание по нем у нас приближаются релизы с сша ближайшее время и это у нас касательно и кстати евро зоны тоже у нас за создание будет и cb по поводу процентной ставки вы сам их уже наверное знаете и cb фрс не будут уже прогулаться в целом они не будут уже процентную ставку ужесточение монетарной политики в этих странах произойдет единственное что по поводу падения фунта по поводу падения фунта стерлингов для вчерашний почему почему мы там общались в другом обзоре в целом оказывается что страна которая целом постоянно объявила о том что он не будет ужесточать монетарную политику и то есть будет уже сочетать монетарную политику быстрее чем еврозона и сша решил еще продлить стимулы экономические и повышение запей так далее то есть все это приведет очень сильно к росту как говорится индексу индекса потребительской цены и конечно же это само по себе является повышение инфляции и конечно же дампинг фунта поэтому вот была ситуация такая вчера новость вышла из-за этого фунт тоже оказывается под а сегодня в общем по поводу монетарной политики cb в один в 12 часов можно особо не нервничать там в целом ничего особо у нас не ожидать ввп сша в 1230 по какому времени по gmt имеется ввиду 1530 по мск 330 по мск ввп сша который уменьшается вот и это может повлиять не очень хорошо на доллар заявление новое заявление на из интереса с русской версии включу все-таки пришел на английскую пособие по безработице сша который тоже сегодня выйдут и какие там будут данные в общем без изменений если будет какое-либо увеличение то это может тоже нехорошо повлиять на курс доллара открыты как говорится сделки по продажам домов уменьшается в количествах очень сильно это тоже в общем три негативных факторов сегодня для доллара существует как вы знаете корреляция обратная у доллара с фондовым рынком у фондового рынка с долларом тоже есть такой у нас а фондовый рынок недавно обвалился вниз на календарь разобрали но единственное что хотел вашего внимания обратить обязательно на один достаточно такой важный новость важную новость по поводу то что происходит в сша в палате представителей по поводу налогоблажение на богатых и же как это называется программу новую налогоблажение на миллиардера это был план демократов об этом заявлял сам байден перед тем как его выбрали избрали и в целом такие вещи могут нехорошо отображаться на на экономику как говорится в короткосрок и если брать правильно аналитику то в целом такие вещи отражаются на экономику меньше чем более такие основные как процент процентная ставка уже сочинением монетарной политики кризиса и так далее и стимула примеру да то есть поэтому в целом это новое сам по себе относительно немножко привел к обвалу цены потому что позавчера ним бы о нем была речь о том что они все-таки его потвердят и подтвердят и так далее но сегодня выходит что у них у демократов самых демократов есть некоторые некоторые разногласий по этому плану и когда него одобрят аду одобрят опять же неизвестно но снг 500 уже в консолидации находится то есть давление более или менее на дневном таймфрейме снг 500 мы можем его видеть то есть вчерашняя свеча сегодняшняя свеча которая открылась вблизи по факту закрытия вчерашней свечи и вчерашней свеча по факту является падающим звезда падающей звездой как сигналом техническим сигналом на свечной конфигурации о развороте на рынках по поводу в четырех целых таймфрейме то есть по поводу более менее долгосрочного как говорится менее долгосрочной картины если посмотреть чтобы разобраться с импульсом насколько это реально чтобы она продолжалась ближайшее время но очень сильно импульсивные движения очень сильно паранормальные свечики и у нас вблизи находится отметка 4500 долларов он конечно не очень-то и близко 4500 4500 4500 это по факту основная поддержка снг 500 за последнее за последнее время поэтому как бы заход в эту в этот диапазон в целом может быть не очень хорошо для сэмпи консолидация более-менее уже началась то есть по факту мы не говорим о коррекции мы не говорим о том что цена сейчас сейчас рухнет нет отчетности по основным гигантам сша были достаточно хороши которые вышли конечно со следующего квартала они могут быть не очень хорошими но имейте ввиду что следующего квартала если будет сильное закрытие локдауна какие-либо из связи там не знаю с новым штаммом вируса там ковида и так далее несмотря на вакцинации так далее то есть если такая ситуация будет то гиганты особенно айти технологии техно гиганты они могут вырасти во время кризиса таким же образом поддержать snp и также а и шерсть то есть ну в целом индексы технологического сектора и таким образом не привести к сильному падению этих индексов поэтому по поводу отчетности которые будут плохими через три месяца на следующий квартал ну это как бы и сам сам понимаешь же уже сочинение монетальной политики сша тоже мы как бы в следующем году об этом заявила джанет еллен соответственно по поводу вот этого с нисходящего движения 4550 4500 максимум 30 я думаю особенно если мы так импульсивно бумки не приближаться это очень хорошо слова том что цена все-таки застрянет в консолидации при торможении нисходящего тренда произойдет и цена дальше просто будут консолидироваться 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 то есть они будут сильно пары особенно из-за того что вот нынешнее движение сегодняшнее движение по снт и подолжен с которыми делом очень импульсивно то есть ставить на него ну как бы не очень логично сначала дня и сначала европейской сессии такой такой сильное движение и с учетом того что отчетности по сша то есть релизы сша они будут негативными то есть обратно коллекция доллара доллара если сегодня в примет как какой-нибудь там негативную форму то есть начнет падать опыт индексы снова начнут расти до джонс и ближайшие отметки которые у него есть тоже посмотрим какие более или менее очень сильно импульсивный ретест очень довольно такой хорошая отметка 3 335 тысячи пятьсот тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят приблизительно а вот эта отметка он сейчас тестируется здесь если мы ниже закрепимся на часовом графике на часовом графике вот тогда стоит говорить о том что цена может дальше упасть там но пока об этом рано говорит очень сильно импульсивное снижение да есть разворотные сигналы на дневном таймфрейме но опять же если мы сильно сильно и арм по армаге по негативному хотим мыслить то лучше всего брать середине середину диапазона предыдущего импульса с целью того чтобы определить на сколько цена может корректироваться и по снг и и также по должен а дальше посмотрим на индекс доллара как он себя ведет в целом что с ним происходит и как мы видим его рост не очень сильно отображается то есть вот мы таки говорили с прошлой недели по поводу падения доллара таки доллар по факту не восстанавливается доллар по факту колебаться после сильной консолидации особо с не сильно вырос то есть вот тут свечики они все по факту под давлением и мы говорили по поводу отметки 94 как зеркальные отметки которые по факту не прорываются не пробиваются то есть ну это очень важно учитывать что по факту рост доллара под сильным давлением с одной стороны и это все по факту связано с тем что они пары со собираются уже тоже монетарную политику не стимулы собираются прекращаться и в целом приближаемся к такому времени года когда энергетический кризис начинается и вероятно сильных локтанов снижается и вот эти все факторы в совокупности очень хорошо могут снять то есть тут могут сильно дать напряжение на доллар как на защиту а трата защитный актив точно так же какие на просто валюту страны вот начался он таймфрейме доллар смотрится тоже недавно ретест очень очень сильный импульсивный ретест локального сопротивления ставить на его последующие будущее повышение в течение дня в течение американской сессии я думаю нет но для сел лимитов тут есть хорошая возможность то есть если вы хотите готовиться к плохим их плохой учетности американской сессии сегодня то наверное восходящим импульсом вот этим спекулятивным импульсом который сейчас есть воспользоваться чтобы подобрать по факту да то есть мы говорим по поводу евро там фунта австралийца новозеландца подобрать где-то на ближе к основанию канала и получается по байлимитам для них это получается байлимит а если мы говорим по доллара это как бы селли мы продаем доллар по лимитным ордерам после ложного пробоя как бы да то есть и диапазон риска тоже довольно низкий диапазон консолидация то есть диапазон консолидации диапазон в которой не происходит сильно большие движения с маленьким близком по факту дождаться еще чуть-чуть пусть доллар подрастет и в общем начинаете вы распродать возможно в течение дня все дня посмотрим на график облигации тоже кстати они падают стремительно данным на дневном графике их не падение конечно недавно они дошли до линии тренда якобы притормаживаются сегодня но открытие ниже предыдущей свечи ниже все вчерашние свечи это как бы не обрадовать по поводу цены облигаций вы знаете что у них прямая корреляция с долларом сша и тут по факту есть еще потенциал ретеста локального минимума по облигациям по факту то есть он существует 1 доллар 50 центов приблизительно вот это приторможение не сильно привело к росту то есть за последнее время и есть своего рода давление поэтому по поводу роста доллара можно сказать только в плане стекулятивного роста который можно воспользоваться с целью его распродажи в дальнейшем натуральный газ кстати как мы видим он растет дальше кстати по поводу натурального газа по водоэнергетического сектора есть тоже очень интересная новость аналитика о том что друзья ну как бы не особо радуйтесь как бы северный поток не запускали как бы россия не пытался снабжать европу газом у него большие проблемы с объемами то есть у него не нет того объема на который европа рассчитывает поэтому на это тоже стоит обращать внимание экономический кризис остается экономическим экономической и экономическим кризисом по факту может остаться в таком же виде единственное его спроси не единственный момент который может каким-то образом испортить этот сценарий это какой-нибудь какая-нибудь мутация вирусе чтобы там прям вот файзер модерна будешь ты сказали вот через месяц что ой ребятам мы не можем покрывать новое изменение в штамме и просто нужно будет нового вакцина придумать там новую дозу и так далее то есть особенно к этому холодному сезону с приближением холодного сезона единственный момент который может дампить всю энергетику ближайшее время из-за новых лактауна в странах где и есть и так вакцинации то есть очень сильно повышенная да то есть так что обращайте внимание на эти факторы тоже и соответственно на натуральный газ мы сейчас посмотрим на натуральный газ посмотрим как он себя ведет вчерашняя свеча была очень сильно импульсивно и к тому же тому же открытие сегодняшний свечи ниже по факту закрытие пидо около закрытия предыдущие я не могу сказать что прямо сегодняшняя коррекция будет сильно но давайте на 4 сон таймфрейм посмотрим где тут можно наблюдать но поджать и кверху тоже есть единственное что меня смущает на 4 сон таймфрейм и вот этот тень и вот это сопротивление 6 долларов 20 центов приблизительно 6 долларов 20 центов сильно отметка пока мы не укрепимся но говорит о том что цена сильно вырастет но пока в ближайшее время нельзя если сильно импульсивно мы пробьем это это отметку аномальной свечой 1 то это тоже признать должность она потом развернется все равно то есть тут нужно понять что мы ждем триггеров если сейчас сегодня завтра будет какой-нибудь позитив плане там выйдет какая-то новость позитивная по поводу того что там нет там все будет хорошо снабдят европу газом и все будет окей то тогда цена может дампиться относительно но его рост его восходящий тренд смотрится гораздо лучше и даже тут как бы можно по факту подбирать единственное что тут было бы гораздо умнее дождаться коррекции до 5 долларов 80 центов и вор 60 но вряд ли он упадет но тут геп который должен закрываться в долго срок но опять же долго срок они внутри дня поэтому по поводу внутри дня по поводу газа давайте перейдем еще на просто очень интересный инструмент на самом деле на 15-минутный таймфрейм и как мы видим здесь тоже довольно сильный импульс перелетестие вот этого сопротивления 6 долларов 20 центов то есть очень сильный импульс при его ретести и лучше всего все таки дождаться отката чтобы он откатился до 6 до 6 долларов до 6 долларов там и восьмидесяти максимум если он там где-то вот в районе 5 86 долларов начнет разворачиваться тогда это очень хороший момент для того чтобы подобрать давайте мы сейчас говорим об энергетике сразу же перейдем на нефть тогда чтобы вас не путать и доллар канадис тоже по моему и друзья кстати в случае если вам интересны какие-то другие какие-нибудь там другие инструменты которые вас интересуют чтобы их разобрали тоже пишите обязательно в комментариях какие инструменты вас интересуют что сейчас она горячая на рынках возможно у вас есть какие-нибудь там свои рекомендации к примеру да и тем чем вы сами торгуете хотели бы поделиться тоже обязательно не забудьте поделитесь комментариях можно это делать и можно написать комментарии вопросы и тогда по нефти какая ситуация энергетический рынок решили затронуть и посмотреть какого него потенциал возможно нефть нам покажет под какой-нибудь определенность поскольку газ показывает на коррекцию коррекцию на короткосрочную маленькую коррекцию рассмотрим что там у нас по нефти в том нефти WTR так нет тоже относительно савчера показывает на коррекцию вчерашний свеча кстати по поводу разворота нефти у нас аналитика выходила недавно мы говорили по поводу разворота нефти особенно после его появления вот этой свечи который протестировал 86 и была вероятность того что особенно вот потом когда высказывалась последующая свеча попалку ниже перед предыдущей и был сигнал разворот это было расхождение очень сильно у нас был график трейдера и потом показывает по поводу расхождения между RSI между оссилятором и максимумами то есть вот дивергенции да которые бывают мгновенно срабатывают очень хорошо и по поводу нефти сейчас мы наблюдаем за отбоем ретестом довольно хорошая поддержка двумя барами довольно такой хороший ложный пробой но какая-то отметка вообще уносит 81 81 там приблизительно до отметка 81 но хороший такой ложный пробой относительно можно сказать на пампить сегодня может он себя до 83 50 максимум до 83 лучше сказать 2 80 80 82 80 83 20 чтоб консервативника было но а затем мы можем опускаться до 80 тоже то есть ну есть такая вероятность единственно что сейчас вот вот этот сигнал он может привести к ближайшему пампингу где-то до середины предыдущего импульса этому как бы эти вещи довольно важны на этом можно обращать внимание кстати в случае если мы зайдем чуть позже в районе 81 40 с маленьким стопом скорее то можно будет что-то здесь подобрать на цели покупки особенно если отталкиваться от вероятности снижение доллара то есть падение доллара отчетности сегодняшний должен быть не очень хорошим по по доллару сша по америке конечно обратная корреляция нефти доллара тоже тут могут помочь нефти немножко укрепиться сегодня с началом с началом американской сессии где-то после теста 80 50 80 линька приблизительно 45 может укрепиться поэтому для внутри дневной дорога конечно это мы обращаем внимание но не забываем что средний срок 80 голова он тоже может быть с ну то есть есть то вроде давление на рынке приближаются вот этот запуск северного потока и так далее это сам очень хорошо погляет так друзья посмотрим на евро доллар на фунт доллар и посмотрим как они себя ведут доллар в целом под давлением и как видите евро по поводу роста евро здесь к сожалению из-за вот этого поджатия который на дневном танк ли они есть не можно ничего говорить давайте включим смотрим где он находится целом с она как вы уже видели находится ниже поддержки довольно сильной поддержки которые здесь вот такая отметка хорошая была 117 а в котором наберись и ближайшее время внутри дня конечно цена может немножко корректироваться вверх но обращайте внимание закрепление под 1 15 там вот 80 за нехороший сигнал за признаков может даже сильно импульсивно протестировать и дно последующего канала там 1 15 40 то есть вот такой вот сигнал может получиться если доллар будет ступер активно расти но насколько это вероятно опять нужно обращать внимание сильно ступер активность сильно по скальпельскому можно тут что-то делать вам служит давно консоридации продолжать но тут есть якобы хорошее укрепление на 1 15 60 и 15 80 якобы то есть вот эта поддержка тоже неплохо и и вот такой вот маленький намек к развороту там тенденции то есть рост евро фунта австрализа называется в целом и продолжение падения доллара умно логично она есть технически вот такая поддержка существует одни можно толковаться но его импульсивный ретест тоже очень вероятен особенности произойдет импульсивный ретест аномальная свеча который закроется в районе там 1 15 40 они 15 там 60 то там подобрать его будет гораздо безопаснее с маленьким стопом цели покупки по поводу фунта на длинном состоянии времени ниже предыдущей свечи открытие конечно это не очень радует фунт под давлением недавно политики страны по поводу продления стимулов несмотря на то что они как бы были против и хотели уже встречать на каркасов сами упрощать его ну вот так вот сказал министр финансов совсем недавно смотря то что все вот цели на то что банк англии будет обязательно встречать на каркасов конечно показатель того что даже англия даже англия почти резиновая остановится так такая же поддержка есть и у фунта фунт от него отбивается вверх отметка зеркальная довольно такая сильно хорошая но тут риск он есть то есть импульсивное снижение до 136 80 он может случиться и мне кажется лучше его подобрать там уже то есть тут пока конечно вот формация в виде флага в рамках восходящего движения в среднем сроке это хороший сигнал но лучше мне кажется его подбирать все-таки где-то ранее 137 хотя бы 136 80 если импульсивно эти отметки будут протестироваться ближайшее время это очень хороший сигнал то есть это импульс начнется где-то не ниже например не ниже локального минимума именно где-то посередине вот это вот здесь предпитать ближайшее время себе импульс исходящих до там 137 136 70 это будет хорошим сигналом последующий последующего укрепления скорее всего или же при торможении хотя бы падения но тут пока в ближайшее время все-таки смотрится нисходящий тренд больше единственное что единственное что тут есть и вы сильно агрессивной сильно агрессивной и на самом деле рассчитываете на спад доллара нужно обращать внимание на вот очень хороший тест вот этой хорошей поддержки которая была и на евро то есть здесь и сейчас можно с довольно низким статком сегодня же запускать покупки мне кажется здесь потенциал довольно неплохой особенно если доллар будет падать в течение дня если ты кто сделал свою коррекцию должностную сделали свои 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 импульсивные поэтому исходя из этой логики возможно все-таки сегодня на самом деле неплохая неплохой день будет над этим хорошую поддержку подобрать их уже с низкими стопами но это опять же карты срочная торговля то есть и по фунту и по евро тоже будет 1 55 8 1 15 80 для евро 2 фунта там 1 37 20 но над этой поддержкой подобрать то есть по факту его с маленьким стопом можно австралиец показывает на вероятность дальнейшего роста кстати австралиец и не взялась они приезжают евро и фунта относительно они лучше показывают что будет с этими двумя парами тоже то есть тут по факту есть сигнал дальнейшего восходящего движения он есть тут тоже с низкими стопами можно исходя из дневного таймфрейма торговый тут уже довольно хорошая зеркальная отметка 1 0 70 1 40 0 70 1 20 поддержка хорошая по факту я для того чтобы от него отталкиваться по поводу новозеландец доллар сша и и ну с маленьким стопом по факту можно тут что-то более-менее начудить особенно если у нас тут ближайшие нисходящие сильным культурирование движения похоже на похоже на то и но 71 40 протестируется на 71 20 протестируется дальше ждет укрепление такое вот и дня по поводу австралица ситуация приблизительно такая же и 0 74 80 74 60 уже давно хорошей поддержкой для того чтобы наш их подобрать особенно особенно если в ближайшее время после дня мы получим импульсивный ретест этих отметок мы уже по факту и получили уже по факту и получили мне кажется просто подобрать их уже можно скорее всего с учетом того что сам пидо джонс уже сделали свои исходящее движение сильно импульсивно они будут укрепляться или уже просто притормаживать свои снижения таким образом доллар будет дальше дампиться поэтому как то вот это все совпадает друг с другом все вот эти сценарии относительно совпадает друг с другом по поводу защитных активов по поводу с рынка защитных активов друзьям пока еще под давлением на среднесурочный сценарий поводу продолжение роста все еще в силе статистика просто распространение кобида очень сильно хорошо влияет на рост защитных активов таких как золото серебро и платье и как вы видите мы уже восстанавливаем восстанавливаемся относительно по статистике и ближе к холодному сезону ближе к вот этим новому новой волне на волны распространение вируса будут восстанавливаем уже локальный максимум по статистике можем дальше отправиться вверх но когда этот момент наступит опять же нужно чтобы азия китай предоставляли нормальную правдивую статистику о том как у них все это продолжается возможно китай не захочет этот раз дампит конечно ему в пользу прошлый раз это что потому что он уже употребляет уже его покупать можно выкупить по очень низкой цене после предыдущего дампинга и мне кажется с этой точки зрения возможно для его экономики которые очень сильно охлаждается если бы сильная волна то ему будет выгодно локдаун объявлять или же статистику свою реальную показать о том сколько людей заболели потому что ну как бы к нему уже от него отстали по по вопросу того что там штамм вирус отдельный он настоящий настоящий его вы придумали нет америка к нему не переставала по этому поводу и переходила средства вопрос держать секрете сейчас не особо не перестает мне кажется что не будет достаточно выгодно дампить нефть и помощью закрыть очередного закрытия и как вы понимаете распространение кого давно дальней азии всегда быстрее начинается и относительно быстрее заканчивается и причина почему это им выгодно довольно хорошо то есть им это на руку очень хорошо особенно производством там золото всего и вчерашний свеча показал на отбой сегодня можем увидеть укрепление в течение дня особенно если доллар будет падать 400 что говорит у нас мы по факту находимся в районе 1800 то есть 1800 долларов это очень важный ответ который должен тестироваться и либо мы на дне укрепляемся при любом под не закрепляемся данная тенденция который сейчас здесь но не очень хорошая то есть похоже что по факту амплитуду теряет при ретеста 1800 цена снизу поджать и вверх этой отметки есть но мне кажется ближайшее время мы можем дампиться по золоту 1790 1780 но это максимально 1790 1785 наверное если этот дампинг произойдет импульсивно то это хороший сигнал о приторможении спада и в целом продолжение я вот это поджать и к вверх на части 1800 1800 очень важная отметка на дне якобы мы уже укрепляемся то есть на предыдущий 4 свеча на дню крепилась купить и здесь купить и сейчас опять же это середина по факту диапазона несколько нескольких месяцев предыдущих там это середина диапазона квартального то почти вверху диапазона квартального и это диапазон у нас вовсе было консолидационным 1800 долларов очень важно это очень важная цель одни вам сюда отталкивались то есть укрепление на и не дает покупки долгосрочные средосрочные закрепление подидают продажи средосрочные довольно хорошие сейчас ситуация ну честно не определенная но больше все-таки можно ставить на его какой-нибудь спекулятивное снижение потому что тут видно что интерес все-таки больше за покупку и всегда в такие моменты могут заинтересованных мелких быков сбросить с рынка из спекулятивными снижениями ждем этого спекулятивного снижения если он реально произойдет это будет очень классно можно будет зайти потом если этого спекулятивного снижение произойдет цена будут начнут снова приближаться к 1 1820 1810 причем импульсивно то друзья я думаю что не будет это не очень хороший сигнал особенно если это произойдет импульсивно не покупайте думаю что не будет это не будет сильно вам дать то что вы хотите если скальпингом занимаетесь это уже лошади по поводу серебро ситуация приблизительно такая же расхождение тут есть расширяется формация срыв волатильности внутри которой по поводу не рекомендуется проговорить на таймфрейм а дневные свитчики сегодняшние за открывать ниже предыдущий но есть своего рода отбоя тоже такие моменты всегда нужно иметь ввиду что есть и будет восходящие импульсы в районе вот этих максимумов да то есть ближайшее время до локальных массу это нехороший сигнал вы не должны на такие импульсы покупку вы должны дождаться нисходящего импульса когда цена вверху затем укрепление затем покупку то что входа найти и зайти в покупку поэтому здесь сейчас по поводу серебро будут защитных активов нужно быть реально осторожными они могут сегодня дампится сильно в ближайшее время но это будет струкулятивно просто с целью того чтобы сбросить по стопам разнести тех не очень крупных инвесторов которые просто хотели зайти вот из-за недавнего ажиотажа там из-за там коррекция на фондовом рынке которые ну особо можете не продолжаться еще разом повторяя коррекция фондов и сша можно будет продолжаться поэтому надо нужно обращать внимание и платим конечно 1000 долларов у него отметка очень важная снова мы его тестируем сейчас приближаемся к этой отметке ниже закрепимся будет не очень хорошо если получим такие закрытия как здесь это ложные пробои которые якобы могут на время поддерживать саму но обращайте внимание что когда мы тогда против протестировали тысячи и вот такая вот формация свечная с двумя баром была под отметки тысячи тысячи долларов а то дальше падение по факту было они рост на ростов не был то есть полное закрытие свечи под важными отметками и двумя баррами прям под отметки то есть не открытие закрытие фото ответки важно это сигнал дальнейшее продолжение в ту сторону под 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 сторону которая не закрылись эти под уровнем тут ниже с надо уровнем то лучше это тыс как бы ну не ложный пробои двумя барами это но не можно не путать по факту с этим понятием важная отметка это тысячи долларов мы под них закреплялись ну типа закреплялись закрывать постоянно а тут мы просто его тестируем сверху теперь сильный дампинг навряд ли но импульсивно спекулятивно с целью того чтобы каким-то образом разнести вас в ближайшее время это возможно если будет умеренно снижение умеренно снижение под тысячи долларов то есть если будет умеренно снижение виде умеренных свечей то есть не паранормальных как сейчас очень паранормальные свечи они тестируют локальную поддержку то есть такое всегда приводит тому что буду такое движение которое вам не даст вообще торговать внутри дня это дневные извините меня свечи это дневные свечи он то есть он по факту может не давать торговать вообще золотом серебром платье в течение безвязочных дней ты ситуация пары защитные тоже приблизительно вот и иена не не хочет сильно расти видно я на не хочет сильно расти то есть он не сильно хочет доллару помочь чтобы немножко дампится потому что дню якобы мы тут разворот получили по доллар иена но обращайте внимание на довольно сильно хорошую поддержку который импульсивно протестировалась когда-то попал в это в районе и 113 50 давайте скажем середину возьмем на 113 50 протестировал совсем пусина неоднократно думать бывали то есть ну за за ней если укрепимся не такая формация это импульсивный ретест который приводит всегда к развороту тенденций не такая формация а именно вот закрепление вот такие вот такие формации под отметкой с 113 50 если такой будет вот сигнал дальнейшего снижения возможно то есть доллар будет реально дампится по отношению к защитным активам но пока такого не очень сильно ярко бы сомневаюсь потому что мы уже в районе вблизи поддержки довольно сильно попал подбиваемся вверх от этой поддержки поэтому тут из-за слабости доллара покупки нельзя по факту и лучше всего подождать посмотреть как цена от тестирует протестирует важно 513 65 160 за этим диапазоном над этим диапазоном под этим диапазоном закрепиться как он будет дальше двигаться нам даст больше нам достаточно информации то есть отметка довольно такая важно лучше все таки тут подождать и не войти тут скорее всего лучше всего ну опять же можно с маленьким диапазон маленьким стопом покупать и покупку но исходя из того что просто сегодня доллар может дампиться дальше вот сильно просто из-за отчетности за релиза но как бы здесь может зона риска но увеличится и в целом это зона в котором цена может очень аномально падать особенно из-за вот этого накопления которые здесь поэтому тут реально неопределенно средств расходящий расширяется формация или же с рыбалотельности действует как бы торговать очень трудно в таких ситуациях доллар франк тоже должна иметь такую же форму по факту дневная сейчас сегодняшняя закрылась ниже вчерашней при нисходящем движении мы по факту идем протестировать локальную поддержку что нам говорит 4-4 таймпрейн но тут диапазон нисходящего движения есть то есть я нисходящего движения тут есть еще и потенциал но лучше отталкиваться от ближайшего ретеста 0,9161-0,950 если импульсивно протестируются эти отметки то дальше нас ждет разворот возможности и в целом такая ситуация такая ситуация может произойти не тогда когда фондовый рынок будет падать потому что когда фондовый рынок будет падать это сильная паника которая приведет к росту защитных активных такая сценарий разворота доллара по отношению к франку и иене вверх может произойти тогда когда консолидируется фондовый рынок особенно вот сейчас он консолидироваться может уже войти в фазу консолидации из-за этого тоже тут вероятность дальнейшего будущего разворота где в среднем сроке роста есть и по доллару иенам и по доллару иенам и по доллару и франку тоже есть поэтому средний срок можно тут подождать пока не оттестируют поддержки локальные как импульсивно так и лучше а потом когда он уже начнет укрепляться более-менее адекватно над важным уровнем и которые мы обозначили которые мы назвали то тогда войти будет спокойнее по поводу крипто рынка биткойн продолжает свой падение сегодняшняя свеча открывается в районе закрытия перед ведущей это нехорошо импульсивное движение сегодня это тоже нехорошо 63 тысячи долларов это отметка который может протестироваться но скорее всего она не протестируется цена может дальше падать друзья по биткойну тут фиксация по факту есть очень умеренная такая умная фиксация очень сильный импульс стерцов эти свечи при торможении роста в районе шестидесяти двух пятидесят пятьдесят 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 шестьдесят двух тысяч и трех статут при торможении вот этого рост по факту не нужно и по поводу эфириума ситуация такая же тут расширяется формация предполагаю что тут и есть еще и такая долгосрочная дивергенция если вы его найдете будет очень прикольно и возможно картосрочная срочная дивергенция тоже существует хотя тут больше все-таки можно сказать о том что расширяется формация то есть срыв волокнасти это нехорошо на вершине рынка это знак разворота сильный импульс после расходящий импульс после ретеста локальной поддержки который по факту завершится наверное если очень аккуратно завершится ретестом четыре тысячи триста четыре тысячи двести пятьдесят а затем будет снова дампиться то есть продолжение снижение или же при торможении роста в целом просто на вершине сильные импульсы вверх это нехорошо такие сильные импульсы вверх по факту является признаком того что цена может дальше ослабиться в целом и особенно когда мы на решение это нехорошо друзья спасибо что посмотрите вверх надеюсь что вам понравился если будут вопросы обязательно напишите в чате и комментируйте видео жду ваши лайки и также жду ваши комментарии не забудьте подпишитесь на наш канал у нас выходит разные обзоры вот александр махалыча герчика от сергей заботки не также от виктора макеева тоже очень тесно обзор очень интересный и информативные и они будут обязательно всегда вовремя для того чтобы вы не пропустили для себя полезные моменты которые могут появляться с целью захода в рынок обязательно для этого подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы всегда были в курсе когда эти фиры начинаются спасибо за внимание до следующей встречи всем хорошей торговли